Добрый день, друзья! В последнее время в комментариях вы мне пишите, ну сколько можно рассказывать о Порошенко? Расскажи немного о его ближайшем окружении. Ведь не он один грабил страну. Да и понятно, что многих из нас сегодня волнует один вопрос. Когда? Когда наконец-то антикоррупционные органы займутся ближайшим окружением Порошенко? А именно теми людьми, которые находились все эти пять лет рядом возле Порошенко и руководили всеми коррупционными схемами. Я имею ввиду Александра Грановского, Игоря Кононенко, Гонтареву, Виталия Кличко и многих-многих других. Сейчас многих удивляет, почему с кланом Порошенко в Украине борется только один Андрей Портнов. А все очень просто. Пока не приступит к работе новый состав Верховной Рады, до тех пор не будет назначен новый генеральный прокурор, новый министр МВД и руководители других силовых структур. И вот честно говоря, мне самому не терпится поскорее посмотреть, как с ближайшим окружением Порошенко будет бороться тот же Руслан Рябошапко, который является одним из основных кандидатов на пост генерального прокурора. Ну а мы сегодня давайте поговорим об одном из основных решал из ближайшего окружения Порошенко, а именно об Александре Грановском. Для тех, кто не в курсе, я поясню. Александр Грановский, известный в Украине как теневой куратор судебной и правоохранительной системы при президенте Порошенко. Итак, давайте начнем. Национальное антикоррупционное бюро Украины и прокурор Сергей Горбатюк где-то пару недель тому назад объявили о проведении обысков у судей окружного административного суда Киева по делу о преследовании активистов Майдана и сообщили, что прослушка вскрыла и другие преступления в суде. То есть, по сути дела, слушали одно, а услышали совсем другое. Так вот, то, что они услышали, касается в первую очередь именно Александра Грановского. Вы спросите, так если в результате прослушки вскрылись очень серьезные факты преступной деятельности Грановского, почему его нельзя сразу же задержать? Ведь он в любой момент может дернуть за границу. Все дело в том, что пока у Грановского еще есть депутатский иммунитет, поэтому задержать его не предоставляется возможным. Хотя, как мы знаем, в последнее время Грановский, как и его патрон Порошенко, регулярно ходят на допросы в Государственное бюро расследований. Следует отметить, что в данный момент Грановский находится в очень неприглядной ситуации. Все дело в том, что через пару недель он потеряет свою депутатскую неприкосновенность. Ведь он с треском пролетел на этих парламентских выборах. И в данной ситуации сам Грановский понимает, что как ни крути, а выход у него только один – бежать из Украины. Напомню, что Грановский последний раз на допрос в Государственное бюро расследований вызывали 9 августа. А мы знаем, что в этот день на допрос вызывали также и Петра Порошенко. Только Грановского вызывали по другому делу, а именно по уголовному делу о незаконном уголовном преследовании экс-лидера партии «Укроп» Геннадия Корбана. Нужно сказать, что это дело не самое важное из всех дел, где задействован Грановский. Напомню, у следственных органов накопилось немало вопросов, связанных с вмешательством в работу органов судебной власти, а также организации незаконных уголовных преследований. Нужно отметить, что у правоохранителей есть факты возможного участия Грановского в организации побега из Украины скандально известного судей Чауса, которого Национальное антикоррупционное бюро Украины поймало с трехлитровыми банками, набитыми долларами. Сейчас уже понятно, что Грановскому могут возникнуть вопросы и по другим, более громким делам, поскольку, как я уже говорил, он входил в ближайшее окружение Петра Порошенко и посвящен был во многие закулисные дела экс-президента. Но помимо тесной связи и нарушений Уголовного кодекса с экс-президентом Порошенко, Грановский также приложил свою руку к конфликту со столичным торгово-развлекательным центром в Скаймол. Напомню, в свое время это был чуть ли не самый громкий рейдерский захват в Украине. Простому человеку тяжело представить, как можно было отжать у владельцев такой громадный и дорогостоящий объект недвижимости, приносящий просто громадные доходы. Этот громкий рейдерский захват одного из крупнейших киевских торгово-развлекательных центров Александр Грановский смог осуществить и удержать благодаря коррумпированной системе правоохранительных органов и подконтрольных судов, которые работали на него, а также благодаря поддержке одного из ближайших друзей бывшего президента Игоря Кононенко, которого называют серым кардиналом Петра Порошенко. Если сейчас это дело правоохранительным органам удастся довести до конца, то только за этот рейдерский захват Александру Грановскому светит несколько лет за решеткой. Я хочу сказать, что сейчас очень многое будет зависеть от команды Владимира Зеленского. Многое будет также зависеть, как я уже говорил, от действий нового генерального прокурора и других руководителей силовых структур. Нужно отметить, что если следователи начнут проверять круг ближайшего общения Грановского, а также проверять те дела, которые он решал с чиновниками и людьми, которые ему помогали, то тогда ниточка потянется очень далеко. И тогда могут сесть надолго все фигуранты всех этих преступных схем. Однако ни одним решением проблем олигархов и чиновников живет Александр Грановский. С 2015 года в сфере его интересов оказался Одесский припортовый завод, который всегда являлся лакомым куском для многих украинских олигархов. А если вспомнить, то за ОПЗ давно в Украине идет нешуточная драка. Но как только президентом стал Петр Порошенко, контроль за заводом начали осуществлять люди, контролируемые Александром Грановским. А именно его бывшая помощница Ольга Ткаченко, которую он сделал членом наблюдательного совета ОПЗ. А до этого эта мадам была задействована в схеме по захвату ТРК SkyMall. Журналисты раскопали одну из схем, как Грановский делал большие деньги на Одесском припортовом заводе. Так, 26 марта 2015 года ПАО, Одесский припортовой завод, заключила с гонконгской фирмой Exportrade Global Limited контракт на поставку 40 тысяч тонн аммиака. Казалось бы, все прекрасно. Предприятие работает на экспорт, держа на плечах экономику державы. Однако подробности контракта просто шокировали. Во-первых, аммиак продавался по цене 400 долларов за тонну, в то время как его рыночная стоимость составляла от 550 долларов за тонну. Более того, контракт был затем пересмотрен в сторону снижения цены до 201 доллара за тонну. Во-вторых, фирма Exportrade Global Limited оказалась типичной однодневкой, а ее концы просто не смогли найти. И подробных контрактов было заключено несколько. В результате государство потеряло сотни миллионов долларов, осевших в щитокарманах. И как не вспомнить про таможню? До недавнего времени самым влиятельным таможенным кланом считался так называемый ОПГ-офис, контролируемый Александром Грановским и одиозным контрабандистом Виктором Шерманом. В 2016 году они получили полный карт-бланш от президента Петра Порошенко. Затем расставили на ключевые должности СБУ, имеется в виду 4-й отдел по борьбе по предотвращению коррупции на таможнях, главка КА, своих проверенных людей, установив таким образом полный контроль за теневыми потоками в самых лакомых направлениях украинской таможни. Грановский с Шерманом полностью контролировали импорт турецких товаров и электроники американского бренда Apple. Эти товары в Украину завозили исключительно их люди и больше никто. Журналисты также выяснили, что у Грановского есть аж три паспорта – украинский, израильский и румынский. А ведь мы знаем, что в Украине не приветствуется двойное гражданство, а тут получается сразу аж тройное. Также журналисты выложили в сети информацию об одном дне из жизни Грановского, проведенного им в столичном ресторане «Инг» в мае 2016 года, где его там и заметили журналисты. Там он встречался сначала с экс-министром энергетики и угольной промышленности Владимиром Дымчишиным, затем с директором Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александром Рувином, потом с зловой окружного суда Киева Павлом Волком, а после с предпринимателем Сергеем Тищенко, чья компания «Укройлпродукт», которая купила арестованные нефтепродукты олигарха Сергея Курченко. Как я уже говорил, у Грановского пока еще есть депутатский иммунитет. Поэтому я считаю, что как только он его потеряет, а это случится буквально через две недели, то для силовых структур главное не выпустить его из Украины, а затем сделать все возможное, чтобы предъявить им обвинение, задержать, а затем уже показательно судить. И сделать это нужно в первую очередь для того, чтобы украинский народ видел, что с приходом новой власти справедливость в стране восторжествовала. Иначе в стране не будет никаких перемен. И это будет значить только одно, что на смену одним грабителям в Украине пришли другие. И это, кстати, будет сигналом для международных инвесторов, что в Украине ничего не поменялось. И заводить сюда серьезные деньги никто из них не захочет. А на этом, друзья, у меня сегодня все. Подписывайтесь на мой канал. Обязательно проверьте, включен ли у вас колокольчик, чтобы вовремя получать мои новые видео. Всем всего самого наилучшего. До новых встреч!